СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ И мы сегодня решили продолжить наше путешествие по бывшим союзным республикам. Помните нашу прошлую передачу? Куда мы путешествовали? В прошлый раз мы были в Казахстане. И, конечно, ну, ладно, чтобы не говорить, что в самой лучшей стране, скажу, что в одной из самых лучших стран мира, учитывая, что здесь рядом у нас гости, в Азербайджане. Да. Ну, мы на самом деле мало о чем успели поговорить. Ну, вернее, с одной стороны и мало, но с другой стороны и не очень мало. Но мы, я думаю, будем периодически возвращаться в ту или иную страну, в ту или иную государство. Потому что настолько есть интересных мест и интересных достопримечательностей, что те буквально там 20 минут, которые мы успеваем посвятить той или иной стране, это недостаточно. То есть, конечно, придется рассказывать только об одном гостеприимстве той или иной страны, мы можем говорить часами. А у нас всего 20 минут на все. На одну страну. На одну страну. На одну страну, да. Ну, у нас мы закладывали такую идею, что смысл программы сугубо практический, чтобы рассказать о стране и чтобы наши слушатели загорелись желанием побывать там. Мы говорим о достопримечательностях, о тех или иных интересных моментах. Ну, все мы прекрасно понимаем, что отношения у нас с Западом в последнее время не слишком хорошие, да, и поэтому туристический поток как-то его идет переориентация. Так, Владимир, это хороший повод взглянуть на наших соседей. Причем пристально взглянуть. Потому что очень часто условия, в которых мы оказываемся путешествуя в эти страны, оказываются гораздо лучше, чем что бы мы получили там на Западе в какой-либо стране. Ну, давайте будем уже представлять наших гостей. Горячие человеческие чувства. Итак, сегодня мы совершаем путешествие, во-первых, в Таджикистан и ответственный за экскурсию по Таджикистану. Сегодня у нас Ильхом Ехьяев. Вне нашей студии он адвокат, но сегодня вот именно гид по Таджикистану. Ильхом Субханкулович, добрый день. Добрый день. И у нас еще один гость сегодня в роли экскурсовода по прекрасной Грузии. Сразу скажу, знаете, почему грузины поют? Почему? Володя, не знаете? Я знаю, что они поют и очень хорошо поют. Потому что про Грузию словами сказать сложно, поэтому грузины поют. И сегодня у нас в студии экскурсоводом по Грузии будет Кура Махалая. И он, ну, как говорят, в миру руководитель строительной компании «Стройгород». Добрый день. Здравствуйте. Давайте мы сразу убедимся в компетентности наших сегодняшних гостей. Ильхом Субханкулович, вы уроженец Душанбе, если не ошибаемся? Столица Таджикистана. Столица Таджикистана. Душанбе, значит, Ду – это два. Шанбе – это суббота. Суббота. Понимаете? Две субботы, что ли, получается? Да, две субботы. Значит, следующий день у нас идет вторник. Се-шанбе – три субботы. Потом идет Чор-шанбе – четыре субботы. Пань-шанбе – пять суббот. И последний Джума, вот сегодня. Джума – это арабское слово. Это все персидские, арабские слова, они одинаковые. Мы же персы. Вот. И, значит, Джума – это вот сегодня праздник, мусульманский день, где, значит, все в мечети должны собираться и читать. Перевод Джума, вот именно – собираться в мечте. Вот почему я говорю, что нельзя пропустить. Всевышний в Коране сказал, и пророк Мухаммад, саллаху салам, тоже сказал. Даже если в пятницу на дневном Джума намазе, ну, молитвы, у бизнесменов, у нас много здесь приезжает, бизнесу нанимается на рынке, там продают, покупают. Если даже, говорит, сделка заключается в этот момент, ну, на сумму 2-3 миллиона долларов. Это как-то не слишком хорошо, да? Да, много, да, вроде бы. Нет, я имею в виду в этот день, в этот момент. Да, и он говорит, надо бросить все, все бросить и приехать в мечеть на намаз. Почему? Потому что все, что не делается, все, знаете, пришлось на все по воле Всевышнего. Он дает, он и забирает. Уважаемый хаммад, давайте вернемся, так сказать. Хорошо, раз уж вы про Джуму, где собираются в Душамбе, значит, в Джума, где собираются там? Ну, я хочу вам сказать, значит, почти в каждой мечети, значит, собирается там очень много народу мусульман. Самая большая есть? Сейчас, на сегодняшний день, самая большая мечеть строится, наверное, где-то еще годик-полтора, наверное, уже заканчивают. Самая большая мечеть в мусульманском мире, в Средней Азии. А, Средней Азии. В Средней Азии и Казахстане это будет одна из больших мечетей. Она строится еще? Одновременно 150 тысяч человек смогут молиться. Представляете себе, да? В этой мечети? В этой мечети. Вот там, значит, это, вот мы говорим туристам, да, это как раз место будет для туристов. Там не только будут молельные залы, сами знаете, да, и мидресе, и всякие, значит, эти магазинчики, где будут продавать все атрибути. То есть это целый такой комплекс, где вы рекомендуете побывать. А самая древняя мечеть в Таджикистане какая? Самая древняя мечеть, я скажу, пусть узбеки не обижаются, вы историю, наверное, немножко знаете. Бухара, Самарканд это наши были. И вот как сейчас армяне с Азербайджанами ругаются за город. Прошу армян с азербайджанцами не трогать, лучше мы поговорим про Таджикистан. Мы, значит, по сей день, правда, мы не воюем, не ругаемся, но мы говорили, и все знают прекрасно, что Бухара и Самарканд, это были наши, тарифские города, столицы. Вот, и, значит, потом... То есть вы Бухару, Самарканд считаете так же своими, как и узбеки? Да, в 1929 году, когда уже республика образовалась в Таджикистане, да, его разделили, и, ну, я мягко скажу, ошибочно передали узбекам, они воспользовались этим. Хорошо. Обязательно узбеков пригласим. Обязательно узбеков пригласим. Да, да, да. Вам же для братьев ничего не жалко? Не жалко, поэтому мы не стреляем. Я все-таки предлагаю сейчас к Грузии немножко обратиться, а потом уже подробнее раскручивать. Еще раз напомню, Гурам Ахалай сегодня у нас в роли экскурсовода по Грузии, как раз-таки. Гурам Грамитонович, вы родились в Грузии непосредственно? Давайте ближе к микрофону. Ну, я родился так-то в Абхазии. Абхазии? Да. Вы в какой-то части или вот в грузинской части Абхазии или вот где-то там в другом месте конкретно? Нет, не бывает в грузинской части Абхазии. Ну, я имею в виду, были районы, где преимущественно там. Опять какие-то территориальные какие-то споры затрагиваем, да? Если же слышали, Ачамчирский район. Да, конечно, слышали. Гурор Ачамчира. Конечно. Чайная фабрика, я помню про Ачамчирский район. Мы же все в СССР родились. Мы это все для нас как бы все это родное было. Ну, в Тбилиси-то непосредственно бывали? Да, конечно. Бывали просто или жили там? Нет, жить не жил, но бывал. Ну, сейчас, конечно, Абхазия отдельная, республика и Грузия отдельная, но народ один и тот же, ну, в каком смысле один и тот же, уважение, любовь это осталось и гостеприимство осталось. Оно присуще. Да, да. Гурор Ачамчира, давайте, хорошо, мы, так сказать, не хотелось бы мне вот как, значит, наш уважаемый Ильхам начал, значит, чтобы там, чтобы мы и шли вот как бы, мы можем обсуждать и эти вопросы, но в другой передаче. Конечно. Да, но я вот хочу сказать, вот у меня действительно, может, я ничего не знаю, у меня большое желание как бы в Грузию приехать. Большое желание. Я не был, если что. И я тоже не был. Я тоже не был. Потому что это древняя страна. Она исключительно древняя страна. Там есть древнейшие, значит, церкви, там, я не знаю, по-моему, крепости аж там первого-второго века, там, значит, на территории Грузии находятся. Но это я как бы вот то, что я слышал. С другой стороны, мы знаем горы, конечно, и в Таджикистане очень красивые. Самые высокие. Да, да, но, значит, там уникальные там горы, значит, там уникальные минеральные воды, там уникальная атмосфера, связанная с Черным морем, так сказать, да, ну, то есть, вот я собрался, ну, конечно, прежде всего, я уже вспомнил в начале пения грузинского. Я собрался, я хочу посмотреть Грузию и при этом не забыть услышать пение. Если я собрался, куда мне прилететь лучше, в первую очередь? Ну, конечно, в Тбилиси. Да. Тбилиси, это столица Грузии, это прекрасный город. Регулярная авиасообщение с Грузией, слава богу, имеется. Да, 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 есть. Можно и в Кутаиси рядом, недалеко от Тбилиси находится. Кстати, древний город. Очень древнее, чем Тбилиси. Вот, вот о чем я и как бы хотел, чтобы вот... Вот прилетел, и что дальше? Здесь же можно как-то определиться с маршрутом, вообще туристической составляющей. Нет, подождите, подождите. Прилетелся, а пограничники просто пустят по какому паспорту? Ну, заграничный паспорт. То есть нужен заграничный паспорт. Нужна ли виза? Нет, виза не нужна. Виза давно отменили. И можно без визы приехать, куда угодно. Там, естественно, есть все условия, и даже представители находятся прямо там. Можно поинтересоваться и найти, куда... Ну, в общем, в основном люди едут как бы целенаправленно. Начиная с Тбилиси, там у нас, как и Грузия, как бы небольшая, да. Там до моря рукой подать, в принципе, так вот, если вот по российским масштабам. Сколько от Тбилиси до Батуми или до моря? Где-то примерно около 200 километров. Ну, это вообще ничего. Даже в масштабах Кировской области это небольшое расстояние. Небольшое расстояние, да. А это, то есть есть автобусные маршруты, да, туристические экскурсии. То есть здесь же можно на выходе из аэропорта уже определиться с дальнейшими... Ну, я вот выхожу, хочу взять машину, и у меня какие деньги-то с собой должны быть? Ну, можно и русские рубли, но лучше доллары. Рубли принимаются? Принимаются, но там в процентном соотношении невыгодно. Невыгодно. Ах уж этот доллар. В прошлой передаче мы тоже, да, берите с собой доллары. Зеленые, зеленые. А может нам рубли перекрасить зеленые, может так же будут брать. Это сейчас у всех странах Сен-Гей. А вот лично вы куда бы рекомендовали обязательно съездить? Ну, там очень много таких красивых мест, исторических и культурных. Смотрите, у нас есть люди, которые интересуются морем. Куда ехать? В Батуми. В Батуми. В Кабулете. В Кабулете. В Анаклия. Новый город, который построили недавно. Тоже очень красивый. Да? Да. Современный, красивый город. Молодежь в основном все туда рвется. Все туда даже из-за границы. Как называется город? Анаклия. Анаклия. Так запомнили, уважаемые слушатели? То есть там какое-то производство? Для чего его построили? Нет, чисто для отдыха. Чисто для отдыха целый город? Да. Ничего себе. Ну, естественно, жить. Не хочется? А мы тут в России сидим и не знаем, что там город для туристов целый построили. Может съездить вообще посмотреть? Это недалеко с границей Абхазии. Совсем рядом находится. Там до Абхазии рукой подат. Ну, а, собственно, на море спектр услуг, развлечений. И катание всевозможное. И здесь же ресторанчики, и кафе, и отели, и гостиницы. Отели там без проблем все, да? Без проблем, да. А есть ли кто не хочет жить в отеле? Квартиру снять? Можно найти в частных секторах. Можно найти. Как там люди относятся? Люди относятся очень хорошо. По крайней мере, мои знакомые, сколько туда ездят, и все в восторге. По-русски понимают в основном все. В основном, ну, не все, конечно, но 80% по-русски понимают и говорят на русском языке. И это очень удобно для русскоязычного человека, или кто знает по-русски. Говорит хорошо. Отношение к русским очень хорошее. Питание там прекрасное, недорогое. Можно в ресторанах питаться. Не то, что там, допустим, в каких-то там забегалоках или кафешках, прямо в ресторанах. И недорого. Недорого? Недорого, да. Ну, если сравнить с нашими кировскими ценами. Раза в три дешевле. Раза в три дешевле? Да. Кстати, это действительно так, Азиз Алиевич. От многих известных людей, которые предпочитают проводить отпуск в Грузии, они действительно говорят, что за какие-то смешные деньги можно и поесть, и попить. А вот те, кто хотят, например, извините, уже Амельхам, хотят, едут специально там на, я не знаю, можно об этом, на винный тур, условно говоря, в Грузию. Ну, а как же Грузия и вино? Грузия винная страна. Потому что Грузия и вино, и вино, ну, где-то вот мы знаем грузинские вина, да, название можно там перечислять сколько угодно, но многие знают об этом. То куда ехать человеку? То есть какой маршрут или вот как вы считаете, в какие города лучше? Каждый, каждый город, конечно, скажет, что самый лучший он и производители, и все, но лучше всего это в Кахетии. Ага. Там у них вино, это бесподобно, это как венектор. И виноград, и виноград здесь же растет, да? Все, там. В Кахетии это у нас город? Телави, столица у них как-то там. Город Телави, помните, да, этот Миминота? Да. Телави? Нет, это Телавив. Так что это не Телавив, а именно Телави, да? Давайте в Таджикистан переносимся, да, чтобы каждому дать слово. Ильхоп Субханкулович, до Душанбе, собственно, самолетом, да, проще всего добраться? Значит, самолетом, поездом, машинами. Отсюда вот ребята наши ездят. На машине прямо? Даже на машине ездят, да. Значит, маленькие автобусики, вот пазики. Договариваются, значит, из Казани. Из Татарстана, из Свердловска. Сколько километров? Из Казани? Значит, 4,5 тысячи километров. Да, это вот на самолеты, если из Москвы, у нас из Кирова, к сожалению, пока нет пресса. Из Москвы на самолете, значит, 3,5 часа, около 4 часа. А из Казани есть? Из Казани часто ездят туда. Казань-Душанбеса, относится. А ребята еще только где подешеве, там, билеты, чтобы, значит, Екатеринбург. Вот до недавнего времени где-то 9 с чем-то было, уже вот подорожало опять в связи с этим вот. 9 в одну сторону тысячу. Ну, сопоставимо, да? В одну сторону. Да, с Бакуа, с Бакуа, да. По кучу, Сазал же я вам говорил, что спецтарифы установил, и они дешевле гораздо. Да, сейчас, говорят, где-то 10 уже чуть с лишним. Ну, смотря, когда сезон наступает. Каждый день перелеты? Перелеты из Москвы, из Питера, из больших городов, из Казани в день по низкой рейсов. Да. По низкой рейсов. Душанбе, столица Таджикистана, вот как Грузия, действительно, я Грузию знаю тоже по наслышке, к сожалению, очень хотелось бы там побыть. Мой однокурсник, Душанбе, вот на юрфаке мы учились, со мной, значит, учился грузин Отарей. Значит, он из Кутаисы, Ланчхут, и там есть такой город. Да, да, да. Понимаете? Еще футбольная команда была. Гурия Ланчхут. Гурия Ланчхут, и там Кутаисы. Я сам бывший футболист, значит, я это все знаю, команды. Вот. Он, значит, Отаре Урушадзе, здоровый такой парень, спортсмен, ну, такой красивой души, воспитанный, умный человек, приятный. Это вот повезло, что вот однокурсник мой, мы такие друзья. У меня есть с Азербайджаном, Вагиф был, тоже приглашаем, друг друга приглашали. Но, к сожалению, вот эта вот обстановка, Советский Союз, Россия и все эти СНГ отделились, все такое. Итак, давайте в душам прилетели, да. В душам прилетаете, значит. С каким паспортом? Если бы я, паспорт общий российский был, это общий гражданский был. А сейчас? Сейчас тоже, значит. Тоже за границей паспорт нужен, да? Границей России мы едем за границей. Деньги? Деньги, значит, российские тоже так же. Рубли? Они? Доллары? Доллары. Доллары. Доллары сейчас там меняются хорошо, тоже, значит. Я вот был бы сам там, значит, если я вас встретил бы, первым долгом посадил бы на свою машину и повез бы вас в Арзовское ущелье. А когда вы там будете, мы специально приедем? Я сейчас скажу. Когда у вас отпуск? Вот, смотрите, вот во всем мире Арзовский бассейн известен как место, богатый запасами минеральной воды Нарзан. Кроме нее, далеко за пределами республики, в Арзовскую долину, распрославилась Адоновая горячая вода Хаджабигарм. Как долина называется точно? В Арзовское ущелье. В Арзовское ущелье. Вы представляете, вот жалко, что я же говорю, вот надо было мне этот... Придется словесно описывать. Описывать надо. С обеих сторон горы высокие. Река Душамбинка, камни огромные, представляете, да? Огромнейшая река с горы. Прямо с гор вода идет. Я когда в Германии был, мне говорили, что принесите, извиняюсь, вот тогда еще нельзя. Такие очень говорят, водку, если из Таджикистана привезти, они меняют на две постельные белье. Два комплекта, два комплекта. Они же дорогие немецкие. Я просто ради спортивного интереса думаю, неужели действительно у нас такая вкусная вода. А раз вода вкусная, водка. Тоже естественная вода. Привез там. Слушайте, там меня чуть не растерзали. Там четыре было всего, а они узнали в гостинице там, прямо на улице. А вы бы аукцион устроили, кто больше комплектов? Я бы вас повез туда. На каждом шагу, вот не успеете чуть-чуть от города выехать, шашлычки со всеми. И снова шашлык. Вот спускаетесь к речке, места. Палатки есть хорошо, палаток нет, не надо. Зелень, красота. Это не передать словами. Поэтому у нас есть у всех пословица такая. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. И вот так не передаешь, действительно. Потом, после этого, куда? После этого я, ну мы барашка взяли, поехали, допустим, там порезали шашлыки, отдохнули. Что значит барашка взяли? Купили барашку. Купили барашку. Да, поехали туда, на месте, прямо, бисмиллах рахмалу, по-мусульмански, чистое мясо, все порезали. Просто у меня такое ощущение, что в барах бараны гуляют подсюду. Так взял, поехал. Там-то у них есть свое. Если хотите, чтобы в свою маленькую барашку взять и все принести, они быстренько сами там все, ребята, приготовят. Халяль, халяль, знаете, то, что вкусное оно. Все, там отдохнули. На следующий день, значит, у нас график будет рамитской ушелью. Мой покойный дед там работал. Рамитская. 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 Мой покойный отец был там директором зоны отдыха и пионерского лагеря. Вот. Я вам говорил тогда, если помните, что я с Киром связан, у меня жена покойная была с Белой Холуницей. Да, 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 вы рассказывали, да. Я почему и здесь живу. Да, в одной из прошлых передач наших. Да, это вторая родина моя, Кировская область, Киров. И когда из Белой Холуницы я их пригласил в гости, везде мой отец сказал. Сынок, ты сказал, что у твоей жены родственников много, она 12 в семье, у тебя теща, мать героиня, орден у нее есть. Почему они не приезжают каждый год, вы туда едете? Я говорю, папа, все будет сделано, я такое предложение внесу. Буквально на следующий год приезжает мой свояк покойный Коля и брат Владимир покойный тоже. Приезжают, значит, во-первых, попадают на свадьбу. Мой дядя, композитор, который я вам сказал, известный композитор Таджикистана, бывший ученик покойного Арама Хачатуряна, где он с отличием закончил в Москве это. Значит, они вместе с Бульбульом Аглы, друзья, в одном курсе учились, приезжают они, он туда, этот Бульбуль приезжал недавно, Таджикистан. И, значит, они... Что про зону отдыха? Я, извиняюсь, на чем я это... Про ущелье мы говорили. Значит, я бы... Ребята, когда приехали, мне папа сказал, сынок, ты их на машину посади свою, прям сюда привези, домой не вези. Я их привез туда. Да, они туда приехали, через мост качающийся... Прошли через ущелье, да? Прошли. Поднимаются там, видят эту всю красоту. Они пришли, говорят, Ким Султанович... Отцу мне, говорят. Ким Султанович, если бы мы, говорят, знали бы, что вот на такое место мы приедем, и вы здесь нас примете, мы бы, говорят, в воздухе попросили бы у летчика, чтобы он приземлился сюда, прямо сюда. На самолете летели. Да, да, понимаете. То есть, места прекрасные. Я вот поддерживаю коллегу свою, да. То есть, там в этом ущелье минеральные воды, там... Там форель, рыба, да, уже начнем это говорить, всякие рыбы. А что, можно и порыбачить прямо здесь? Ну, конечно, конечно. А в этом ущелье теперь есть места, там специально отели или чего-то там, дома отдыха? Все, сейчас так красиво все там... Еще раз назовите название ущелья для форушителей. Да, значит, Варзовское ущелье, это, конечно, первое, чуть ближе от города, и вообще условия очень отличные. И, а второе, Ромитское ущелье, Ромит. Ромит... От Душанбе далеко это? От Душанбе Варзовское ущелье буквально где-то 10 километров. А Ромитское? Ромитское ущелье где-то более 20, там, около 30 километров. Ну, так или иначе, не слишком далеко. Да, не сильно далеко. 30 минут. Ага, значит, они приехали туда, и вот на их примере я вам скажу. Потом вечером я говорю, Володя, Коля, давай, поехали домой, я завтра потом вас, слушай, об этом покажу. Ильхом, мы никуда не поедем. Вот мы здесь остаемся, нам здесь нравится. Это только они побыли в одном Ромитском ущелье, то есть вот там такие места. Ильхом, а вот если люди хотят искупаться в Таджикистане? Ради бога. Прямо, значит, в городе, вот где сейчас новая мечеть строится, Комсомольское озеро. Это старинное... Комсомольское озеро? Называется так. Не переименовали еще оно к Комсомольскому? Нет, 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 нет. Это тогда в честь комсомолов, они сами это все копали, строили, комсомольцы в то время, да? Комсомольское озеро до сих пор оно сохранилось. Ну, жалко. Вот я говорю сейчас, вот я представляю себе, вы это не видите, не знаете. Оно озеро, надо побыть там на месте. Чем наполняется? Душанбинка и речка? Да, Душанбинка, вода, она, значит, с одной стороны заходит, с другой стороны, значит, прочищается, выходит. Потом, вот Варзобское озеро, как сейчас в Варзобску ширить дальше. Ну, там вообще не описать. То есть там есть пляжи оборудованные там? Все, все-все условия, гостиницы, все современно, все по-современному, все сделано. Вы смотрите, мы вообще Душанбинка называем вторым бомбеем. Говорят, вот нет, худо без добра. Вот эта война гражданская, знаете, да, вот война была. Да, к сожалению. Вы знаете, после этой войны, дай бог нашему миру, вот президенту, Мали Рахмон, слушайте, они этот город, ну, в красависть этот город превратили. Сколько живет в Душанбе? В Душанбе, значит, так-то вот нормально, у нас где-то живет около двух или там полтора-два миллиона. Ну, сейчас вот я недавно был, ребята говорят, ну, если почитать нормально, где-то около пять миллионов. То есть со всех районов уже все в центр, в центр, в центр, в центр. Вот, значит, второй город, вот насчет моря, значит, сказали. Давайте еще минуту и прервемся на рекламу небольшую. У нас свое море в Сагдиане, вот где бывшая, значит, столица Сагдиан, называется Хаджинд. Хаджинд, это, значит, бывшая столица Таджикистана, да. Там Таджикистан море, Кайракум город, вот, тоже такие же лечебные озеры там всякие лечатся от болезней всяких, нервных, психических, все такое. И Таджикистан море, я сам непосредственно там был. Когда в футбол играл, у нас энергетик Душанбе, там помир Душанбе, ездили, значит, на чемпионат республики, играли. Я в этом море купался, я отдыхал. Ну, если это... А там полноценный пляж? 30 лет тому назад, если я там был, и было, и все. А сейчас рассказывают вообще там. Я очень интересуюсь этим постоянно. Я по интернету, в компьютере все слежу, все за... Что там творится? Ну, там же все, наше все остается, правда? Мы здесь, да, тоже родное уже все. Ну, в основном-то... Ну, часть души, безусловно, там, конечно. Часть души, большой там, родственник, все друзья, все там. Давайте сделаем небольшой перерыв. У нас реклама. И продолжим очень скоро нашу программу «Союз нерушимый». Союз нерушимый. Продолжается программа «Союз нерушимый». И напомним, что сегодня мы путешествуем по Грузии, а также Таджикистану. Азиз Алиевич, давайте еще напомним, кто у нас в гостях. Гурам Грамитонович Ахалая, человек, который работает и живет в Хирове. Он директор строительной компании «Стройгород». Но он сегодня помогает нам познать, куда и как мы можем приехать в Грузии и понаслаждаться прекрасным отдыхом. И Ильхом Суханкулович Ихьяев, это известный, значит, адвокат в Хирове. И сегодня он в роли экскурсовода по Таджикистану. Давайте продолжим. Я хочу у Грэма Грамитоновича спросить, такой вариант отдыха, как автомобильное путешествие по Грузии, возможен? Возможен. Конечно, возможен. Качество дорог, вот в первую очередь хочется спросить. На высшем уровне. На высшем уровне? Да. То есть ни сучка, ни емки, ни задоринки, что называется. А вот эти вот легенды про грузинских полицейских, что они... Это на самом деле не легенды. Что они как раз помогают в дороге, но не это самое... У них главная цель помочь вам спокойно и безопасно доехать до нужного места, а не оштрафовать или там вымогать у вас деньги. Все правильно, да. То есть это не легенды, это на самом деле так, да? На самом деле так и есть. Очень интересно. Да. Сколько бензин стоит сейчас в Грузии? Ни готова сказать, не помню. Хорошо, ну надо было поинтересоваться, да. Ну, все равно, учитывая там уровень заработной платы в Грузии, я думаю, что не сильно... А въехать на автомобиле на территорию Грузии возможно? Возможно, конечно, да. Да, если очень... Ну, через наши ушели кавказские. Через военную грузинскую дорогу. Это если из России поехать? А если я приземлился в Тбилиси и взял на прокат автомобиль? Вполне возможно, да. Есть такие услуги, такая услуга есть. И можно все уголки Грузии объехать. И все будут ради. А вот расскажите еще, вот есть ли у нас большое количество людей, которые любят исторические места? Исторических мест, можно сказать... Вот рядом с Тбилиси, старая столица Грузии. Как она? С Хетта. Это было... В 337 году, по-моему, была основана. И там очень много святин. Из этих святин. Религиозных святин, да. Его называют вторым Иерусалимом. По количеству святин. Наверняка там постоянная экскурсия устраивается, да? Да, конечно, да. То есть можно попасть... Это недалеко от Тбилиси находится. И очень много вокруг Тбилиси. И сам Тбилиси, она тоже как бы и старая, и новая. Как город разделяется, там Ткварий, рекой. И очень интересно. И там церквей очень много. Очень исторических. Крепостей очень много. Есть еще такой уплестих. Это перевод с грузинского означает «крепость Бога». Оно основано еще в первом веке до нашей эры. Вот такие строения, такие вот святин. Вообще Грузия, она сама, знаете, по территории не очень большая. Можно и в Сванетки попасть. Знаете, такие башни. Известные башни в Сванетки. И все... В общем, очень интересно, кто туда поедет. Не пожалеете. Очень минеральные воды. Озера, горы. А горнолужные курорты, да? Да, это вообще сказка. Я вот хотел, меня почему-то интересно стало. А вот Кура судоходная река? Вот по Грузии. Или там на катерах, или как там? Да, это, конечно, да. Она большая река. И как бы сейчас больше насчет судов не скажу. А так, конечно, да. Она широкая и глубокая. То есть, возможно, как бы такие именно тоже путешествия вдоль Берния. Конечно, да. И еще у меня есть один вопрос. У меня тоже есть вопрос. Ну ладно, Володя, давай. Не, не, пожалуйста, задавайте. Скажите, пожалуйста, вот некоторые ездили в Европу, там, в Италию, еще куда-то. И там есть такая система агротуризма. Когда человек приезжает, значит, там, на ферму какую-то, не просто там живет и там отдыхает, но еще и помогает, значит, местной семье, в которой он живет. Он приезжает, но в основном это молодые люди, они приезжают просто, чтобы отдохнуть и одновременно познавая, как бы, ну, эту страну, еще и помогать. Вот невозможно такая, как бы, в грузинских деревнях, там, в виноградниках, там, еще где-то там. Ну как же, гость дорогой приехал, ты что, работать собрался, что ли, тут давай шашлыки делать. Во всей Кавказе, так и в Грузии, в Абхазии, гость это от Бога. Ты можешь себя три дня чувствовать себя гостем, а в четвертый день уже ты член семьи. Все понятно. А что, и будешь работать, понял, да? У меня еще один вопрос, мы как-то все говорим про историю, про исторические места, а вот, не знаю, такой молодежный отдых, там, ночные клубы, какая-то иллюминация, тусовка, это все тоже есть. Все есть, да. Тоже можно посмотреть. Ильхоп Сумхан Куланович, да. Продолжаем дальше наше путешествие. Про ущелье рассказали. Вопрос, товарищи, про, значит, горы, про ущелья, про отдых, да, в горах. Вот у нас историческое место, значит, там есть. Вот, например, недалеко от Душамбы, там, значит, турно-вальзовское ущелье, которое я говорил, находится горно-лыжная база, у нас Токоп, называется. На протяжении 10-15 лет вообще это было заморожено все. Ну, я так обрадовался, что вот в прошлом году, когда поехал, ребята, когда мне сказали, что там такой комплекс построили. Открылась. Понимаете, у нас же самый высокий город в мире. Построили из-за того, что востребовано, то есть много очень посетителей. Да, и зимой, и летом там снег, понимаете. Открыли все. Да, вот теперь, значит, на территорию курорта открылась специальная детская и универсальная школа по зимним видам спорта. Этого в Таджикистане вообще не было. Но это для местных. Скоро хоккей будут наши играть, и в лыжи, и в чемпионат. Да, значит, здесь появится туристический комплекс, современная гостиница со всеми удобствами. Ресторан, лыжные трассы, новые канатные дороги, стоянка снегоходов. Я это все воочию видел, это все. Спасибо нашему президенту, спасибо нашему миру и вообще всем руководителям этой страны. Вы имеете в виду президента Таджикистана. Да, Эмма Мали Рахмон. Сказочная вообще, страна сказочная, красивая стала. Раньше, вы извините меня, мы сами приезжали до гостя, вот вы, говорите, гостя собираетесь. Я сейчас с удовольствием вас приглашаю. Мы действительно Грузия, Таджикистан, Кавказ. Мы изначально самые гостеприимные народы в мире. Нет, уважаемый, вы нас конкретно приглашаете, а не вообще приглашаете. Нет, нет, нет. Я хочу, пойдем на территорию. Да, я хочу, пойдем и потеряемся нам. Я, значит, мы не знали, куда отвезти, что показать. Это было за город, куда-то, да, вот, варзов, таков. Сейчас не надо далеко ходить. Знаете, начинать надо из города. Вот Азербайджан. До недавнего времени они славились, что самый высокий флагшток у них. А у нас сейчас чуть больше. Мы первые месяцы занимаемся этим. Пришлось отдать первенство. И герб огромный. Они построили больше. Прямо в середине озера, там вода. Вот мы были. Говорит, меня мой друг на своей машине, моя семья с женой, мы с дочкой приехали в стену. Он нас повез. Пойдемте, я вам покажу вечернюю душамбы, ночную душамбы. Ё-моё, ты меня. Ну, вы, говорит, тебя. Ты, говорит, не бываешь здесь, малеткой бываешь. Вы представляете, фонтаны музыкальные, цветные. Это вообще чудо, чудо. Мы где-то три часа мы ездили на машине, то туда, то сюда. Ботанический сад, огромнейший, красота вообще. Дороги как, дороги? Дороги. Вот не в обиду будет сказано российским дорогам нашим. Да, вчера президент отвечал, действительно, как мне его жалко было, неудобно было. Просто ему, когда показывали вот такие колдобные машины, как в яму там сваливается. Таджикистане, насчет этого я могу похвастаться. Следят за этим очень здорово. Но у нас не бывает такого. Как недавно, где из Германии приехали, говорят, эти в гости, и увидели, как у нас ямочный ремонт. Они спросили, что они говорят, ямочный ремонт. А перевели на немецкий. Они удивились, что за ямочный ремонт. Дорогу разве, разве, разве. В общем, это раз. Ладно, отвлекаемся, да. Давайте я вам самую серию расскажу. Значит, в конце, не в конце, но я это уже, еще будем, наверное, здесь, времени в мало. Времени совсем мало. У нас буквально 4-5 минут. Самый серьезный. Иосиф Васильевич Сталин, так как наш Душанбе назывался одно время Сталинобан. Аккуратно здесь, товарищи. Да, да, да. Родина Сталина в горе все-таки. На приеме в Кремле участников декады таджикского искусства 22-го, 41-го года, он говорил, товарищи, я хочу сказать несколько слов о таджиках. Таджики – это особый народ. Это не узбеки, не казахи, не киргизы. Это таджики. Самый древний народ Средней Азии. Таджик – это, значит, носитель короны. Тадж – это корона. Так их называли иранцы. А таджики оправдали, значит, это название. Из всех нерусских мусульман народов на территории СССР таджики являются единственной не тюркской, а иранской народностью. Таджики – это народ, вся интеллигенция породила великого поэта Фердавсии. И недаром они, таджики, ведут от него свои культурные традиции. Вы, должно быть, чувствовали в период декады, что у них, у таджиков художественное чутье тоньше, их древняя культура, особый художественный вкус проявляется и в музыке, и в песне, и в танце. Иногда у нас русские товарищи всех смешивают. Таджика с узбеком, узбека с туркменом, армянина с грузином. Это, конечно, неправильно. Таджики – это особый народ, древней большой культуры. И в наших советских условиях им принадлежит большая... Слава Сталина, это не мои. И помочь в этом должен весь Советский Союз. Я хотел бы, чтобы их искусство было окружено всеобщим вниманием. Я поднимаю тост за то, чтобы процветало таджикское искусство. Таджикский народ за то, чтобы мы, москвичи, были всегда готовы помочь им во всем, что необходимо. Таджики подняли тост, скажите, мусульмане. Меня не было там, я не знаю, могу сказать. Как-то сейчас наоборот грузин похвалить. Да, да. Вот это я к чему сказал. Вот именно что Грузия, Таджикистан. Мы изначально еще со времен Иосифа Васильевича были друзьями и по сей день. Почти с братьями были. Раз он такое сказал про таджиков, теперь грузины с таджиками братьями. В общем, сначала летим в Душамбе или в Тбилиси, а затем... А потом обратно. Совместный тур сделаем, дай бог. Я это постараюсь организовать. Я дяде позвоню, пусть он готовится. Совместный тур сделаем. Душамбе, Тбилиси, потом опять Душамбе. Я хочу все равно про Таджикистан, я все услышал, я не услышал. Вот исторические места, вы сказали Фердоуси. Ну, понятно, что Восток дело тонкое, к Фердоуси претендует там многие, кто хочет его считать своим. Авицензий знаете наш, да? Да. Где Авицензий у вас был? Умар Хаям знаете кто, да? Конечно. В общем, я вот здесь у меня все это... А юзбеки говорят, что Мархаям. Ну, они азербайджанцы тоже говорят. Не-не-не, азербайджанцы свои поэта. Да, доказано исторически. Да, очень мало времени. Да. Места. Места, места. Где можно прикоснуться, например, значит, к местам, где был Авицензий, где был Амар Хаям, где был, значит, Фердоуси. Места в Таджикистане есть такие? Есть. Значит, я вот скажу, чтобы мне не было голословно, да? Таджикистан, вы знаете, да? Мы говорили, горы, да? Располагается в центре Азии, в местности, где огромная территория занята, значит, этим горами. 93% гор. Я очень прошу, у нас... Всего 7%. Очень мало времени, вот конкретные места. Если вы не готовы на этот вопрос в следующий раз скажете. Да, я скажу, у нас 4 больших области. Да. Душанба – это столица. Значит, идет Хаджинская область, которую я вам сказал, после Душанба – это красивейший город, действительно. Потом Кулявская область, сейчас Ахатлонская называется, где наш уважаемый президент оттуда, значит, Донгаринского района. И, значит, Кургантюбинская область, Горно-Бадахшанская область, самая высокая гора, пик коммунизма, вот которую вы сейчас сказали, чем мы гордимся. Между прочим, моя жена сейчас, вот я живу, она оттуда. Вот. Все вот эти, то, что вы говорите, они все бывали там. Они все из этих мест. Кто-то из Куляба, кто-то из Душанба, кто-то из... В общем, нам есть повод и причина еще продолжить этот разговор. У нас, да, потому что мы, действительно, я еще раз говорю, что мы говорим 20 минут буквально по каждой стране. Это очень мало, потому что мы не вспомнили с вами грузинские, значит, великолепные культурные места. Историч, давайте сейчас в Чавадзе. Мы не вспомнили там массу других мест, потому что мы все выходцы из СССР, мы все эти имена наизусть знаем. Вот. И эти культурные, исторические места. Но мы не бывали там. Поэтому нам надо эти места посетить. Нам надо эти места все увидеть. Нам, чтобы мы могли погордиться, чтобы мы когда-то все вместе жили в одной стране. Я извиняюсь. Вот, допустим, я думал, что я хочу... Я хотел бы себе рассказать про обычаи, как на грузии. Это все. Это в отдельной передаче. В отдельной передаче, без слов. В заключительную тоже сказал, бедам. Приглашаю вас всех, таджиков, узбеков, русских, азербайджанцев, кто не был, других национальностей. Пожалуйста, приезжайте в Грузию. Там здорово на самом деле. В Абхазии прекрасные места. Абхазия страна души, как знаете. И в Грузии, и в Абхазии. Прекрасно отдохнете. И люди хорошие. И воспримутся с этими руками чистой душой. И будут ради вас всем. Спасибо. Спасибо на этом завершаемую передачу. Хотя хочется еще говорить и дальше. Наши гости. Гора Махалая и Ильхом Ехеев. Азиз Агаев. И Владимир Сметанин. До новых встреч. Это программа «Союз нерешимых». До свидания. Счастливого. Спасибо вам огромное. Спасибо.